Во-первых, мгновенная карма, это если вы что-то сделали и вам это, например, вернулось, или добро, или зло. А во-вторых, вот это второе значение намного лучше, это заряд, заряжающий сразу бомбу кармы. Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Розанов Матвей. И я приветствую вас в шестой серии с прохождением второй части события Мультивселенная. С вас обязательно лайк и подписка на канал, если её ещё нет, а также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы сразу смотреть нововыпущенное видео. Ну а я уже не буду тянуть, и давайте начинать. Ссылка на плейлист со всеми сериями с прохождением Мультивселенной и первой, и второй части есть в описании. И ещё есть ссылочка на предыдущую серию, либо в описании к видео, либо вот сейчас справа сверху. Смотрите, если не видели. А мы уже с вами начинаем. И, наконец-таки, здесь уровень с кармой, и называется он Мгновенная карма. И тут двойной смысл. Во-первых, Мгновенная карма, это если вы что-то сделали, и вам это, например, вернулось, и добро, и зло. А во-вторых, вот это второе значение намного лучше, это заряд, заряжающий сразу бомбу кармы. А можно, в принципе, два снять, и всё вывалится. Чёткий, если честно, стиль. Я с ним мало играл. У-у-у-у, чёрная бомба. И какие-то ненужные мне усиления, ну окей. Чисто фиги нужно делать. Не папайи, оказывается. Я разобрался, что это фиги. Ну, конечно, специально в угол мне этот заряд кинули, чтобы я там не взорвал. Спасибо вам. Опа, вот здесь взорву, разбиваю, и бомба всё это взрывает. Хорошо. Можно, в принципе, я думаю, где-то вот здесь взорвать, чтобы сразу следующее. Супер. А следующую вот сюда, чтобы ракетница всё это следующими ходами сбивала. Ну, в принципе, здесь выиграется уже сразу же. Жалко, что с Лидко в сауле не выиграю. Но ничего страшного. Вот сюда. Хорошо. С ней снимается. Ну и ракетница чисто вниз. И всё. Морожка сейчас выкинет. Всё. Есть. Выигрался. Не потратил я тут 10 слитков на ходы. Хорошо. Минус 7. Но зато я усиление выиграл. Хоть каких там. Оуу. Следующая часть комикса. Смотрим, что же у нас тут случилось. Смотрите. Биберт, Стрилл вылезают наверх. А Терри нам говорит, что король лось в опасности. Его нужно спасать. А Купидон Биберт ещё сказал. Извини. Это тяжёлый обед. Типа. Хотя. Вряд ли он тут что-то ел. Тяжёлого. Либо налегал на оливки. Но я в общем не знаю, что он тут ел. Но мы в этом с вами не разбираемся. Мы играем следующий уровень. Самое главное сундук с 20 слитками выиграть. Пчелинная команда. У меня тут пчёл вообще в команде нет. Окей. Я это знаю. Хорошо взорвалось. Сколько же этих зарядов тут? Беатрис выбрасывает. Можно этих всех сразу снять. Чтоб не мешали. Естественно Биберт в такое место, где я его сразу не взорву. Но зато сразу есть следующая Беатрис. Ух ты, две ежевичных бомбы. Нужно здесь снимать. Ещё одна бомба. А можно в принципе вот здесь её и рвануть сразу же. Ох, хорошо. Ещё одна. И Беатрис тут есть. Главное пчёл здесь сделать. И в принципе несложный тут уровень. В таком именно случае. Но пчёлы вот именно сложно. Всё остальное лёгкое. Ладно, снимем зелёный. Хорошо. И вот где-нибудь вот в принципе в центре и взорвём. А вот, например, здесь снова ежевичная бомба. Идеально взрывается. И Биберт сразу... Блин, обидный момент сейчас был. Ну, наверное, я лучше сразу рвану. Биберт в принципе неплохо взорвался. Ничего не взорвалось. Хорошо. Мы вот эту сейчас сюда закинем. Супер. Здесь немножечко рванёт. Но не сильно. Смотрите. Сейчас вот сюда. И ещё один Биберт. Хорошо. И Биберта мы в принципе нет. Лучше я, наверное, взорву. Знаете где? Вот здесь. Чтобы ещё одна бомба была. Хорошо. Возьму здесь. Сейчас с конвертером можно в принципе снимать. Это неплохо упало. Биберт-то вот не знаю, где рвануть. А ладно, здесь рванул. Это всё вместе. Есть Биберт. Совсем же вот чуть-чуть, блин, не хватит. Двух ходов тут не хватило. А, бог с вами. Главное, что выиграл. 4 золота назад. Минус 13 слитков. Окей. Но за следующий выиграется 20-ка сразу же. Вот если я в принципе тут не растрачу, я в сильный минус не уйду. Я имею в виду на ходы. Ящик Пандоры. Название уже очень жёсткое. Но нету Биатрии, слава богу. Не надо тут эти пита делать. Выкинем туда. Хорошо. Сразу я затрян снимаю. Ракетница открыта. Вверх. Слитки накидывает. Там его срыванём. Ещё одна следующая бомба сразу же шла. И ещё раз срыванём. Ну, босса чисто бомбами мы вполне вырубим. Сюда. Слиток и сено. Вау, сколько зелёного. Хорошо. Его нужно чисто взрывать бомбами. Других вариантов вообще никаких нету. А вот здесь, например. Хотя ещё клетки нужны. Ну, конечно, съедаешь. А вот сюда. Опа, хорошо. Все ряды снимаются. Сено нормально, в принципе. Сейчас я вот сюда вниз это. Ну, босса мы сейчас с вами вырубим. Главное сейчас мне клетки сделать. Он не харкнул. Отличная новость. Нужно здесь скидывать. Минус-босс. Смотрите, сейчас мы вот здесь сбиваем. Это вниз. Это снимается. Это сбивается. Во-первых, есть карма. Мы её вот сюда взрываем. Следующая. Её можно вот здесь рвануть. Сено. Ну и, в принципе, всё. Есть. На ходы не растратился. Минус три вышло за уровень. Вот так чисто. Но двадцатка назад. И я, в принципе, не в сильном минусе. Мегабит ещё выиграл. Хорошо. Забираем. И, собственно, на этом. Эту серию мы с вами закончим. А уже в следующей серии мы с вами выиграем следующие уровни. Откроем ещё одну часть комикса. И заберём сундук с ещё двадцатью слитками. И уже, кстати, начнутся фиолетовые уровни. Сейчас у меня уровень стоит семь золота. А там, скорее всего, я не знаю. Я надеюсь, что не больше, чем десять. И, скорее всего, он десятку и будет стоить. Это очень много за уровень. Но для вас я готов на всё. Для выхода следующей серии нужно набрать, я думаю, что шестнадцать лайков. Вот набирайте шестнадцать лайков и сразу же выходит следующая серия. Ну а с вами был Резанов Матвей. Всем до новых встреч. И пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова